Ольга Доронина водитель с 20-летним стажем. Несмотря на большой опыт, год назад попала в неприятную ситуацию. Садясь в автомобиль, не оценила состояние дороги. Действительно, выехала на дорогу, садясь за руль, и не поняла, что образовался гололед на дороге. Прошел дождь, и образовался на асфальте на дороге Наст, корочка даже больше. Естественно, в обычной своей манере начинаю движение, еду, взяла телефон, отвлеклась на какую-то долю минуты, секунду. Тоже нельзя этого делать. И меня просто юзом повело, транспортное средство, начало бросать на дороге. Потому что я начала тормозить, поскольку реакция была первая такая. В случае заноса резко тормозить не стоит. В противном случае автомобиль может пойти юзом и даже перевернуться. Опытные автомобилисты советуют с наступлением холодов и появлением льда на проезжей части обращаться с рулем плавно, держать дистанцию и никуда не торопиться. Если мы говорим, что уже машина подготовлена к зиме, как минимум с точки зрения того, что машина переобута, в любом случае зимние условия всегда более сложные, нежели летние. Соответственно, вывод. Дистанцируемся. Больше делаем дистанцию до вперед идущих автомобилей. Больше стараемся работать на прогноз изменения ситуации. Ну и, как бы это не тревиален, казалось бы, это скорость. Чем ниже, тем проще управлять автомобилем. Некоторые автомобилисты с наступлением холодов меняют только одну пару колес. На переднюю ось ставят зимнюю резину, на задней оставляют летний вариант. Или зимний, но худшего качества. Делать этого ни в коем случае не стоит. Передние колеса у нас стоят зимние, а задняя ось у нас осталась на лете. Сделаем скорость чуть-чуть поскромнее, чтобы оставить запас прочности для наших маневров. Ну и в итоге достаточно сомнительное удовольствие с точки зрения стабильности переведения автомобиля. Во многих зарубежных странах ученики автошкол после того, как закончат основной курс обучения, в течение года обязаны пройти тренинг по вождению в экстремальных условиях. Иначе водительские права перестают действовать. Получить опыт действий в критических ситуациях можно и в Самарской области. В Красноярском районе начал работать многофункциональный комплекс для водителей – тренинг «Центр Самара». Здесь, на специально оборудованных модулях, водитель сможет понять, почему и на какой скорости машина может потерять управление, уйти в снос или занос, и как с этим справиться. Также на модулях установлены неожиданно возникающие водные и механические препятствия. С ними упражнения для водителей становятся максимально жизненными, имитирующими реальные ситуации на дороге. Смысл заключается в том, чтобы ученики, начинающие водители, получили опыт действий в критических ситуациях. Происходит это в безопасных условиях за счет того, что здесь используется специальное покрытие скользкое, специальное оборудование. То есть все максимально безопасно, но при этом тот опыт, который они получают, помогает им понять, как справляться с аварийными ситуациями на дороге, а самое главное, как в них не попадать вовсе. Напомним, что с 1 декабря 2023 года автовладельцы в обязательном порядке должны будут передвигаться только на шипованной резине, либо на неошипованных шинах со специальной маркировкой. Уже сейчас сотрудники госавтоинспекции выходят в профилактические рейды. Полицейские напоминают водителям о необходимости переобуться. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.